Смотреть прямо в камеру в Инстаграме, потому что у нас здесь презентации. На самом деле, если у вас есть Фейсбук, то лучше подключаться к нам через Фейсбук, потому что там вы получите больше информации, чем на Инстаграме. На Инстаграме очень ограниченные возможности. Всем привет! Мы уже в эфире в Фейсбуке. Так что, если вы нас смотрите, пожалуйста, напишите, смотрите ли вы нас вживую или в записи, и откуда вы нас смотрите. Нам очень интересно знать. Нас в прошлый раз смотрели, Яна, почти 5000 человек, по-моему, да? Да, из очень многих стран. Кстати, много из Литвы. Да, да, да. Поддержка у меня поддержка. Мне надо подобрать Екатеринбург. Екатеринбург, присоединяйтесь. Так, ну что, сегодня я пока не вижу никаких комментариев. Очень надеюсь, что вы будете как-то реализировать. Да, смотрят, Москва смотрит, Турция смотрит. Пожалуйста, подтвердите, что вы нас хорошо слышите. Пожалуйста, на Инстаграме тоже напишите, что вы хорошо нас слышите. И спасибо, что комментируете. Обязательно пишите, откуда вы, и в записи вы слушаете, или прямой эфир. Еще такой вопрос. Это наш вебинар номер два. То есть это уже второй вебинар, который мы делаем в группе. На прошлой неделе мы сделали один. Пожалуйста, напишите, смотрели ли вы наш первый вебинар. Если вы смотрели наш первый вебинар, напишите, пожалуйста, цифру один. Если вы не смотрели, то напишите цифру два, и обязательно мы выложим ссылку на наш первый вебинар в посте вот к этому прямому эфиру. Потому что это был очень интересный вебинар. Хорошо, ну тогда начнем. Сегодня мы собираемся разговаривать о кишечнике. Опять о кишечнике, опять о микробиоте, а поконкретнее о дырявом кишечнике, так называемом. Это такой не совсем научный термин. Еще его иногда называют проницаемым кишечником. По-английски этот термин называется в науке permeable. То есть есть такой научный термин permeable, то есть пропускающий, протекающий кишечник. И сегодня мы поговорим как раз реальность – это или миф. И говорим мы об этом, потому что это очень важно, и это очень сильно связано с нашей кишечной микробиотой, этот весь процесс. И, в принципе, все, о чем мы будем говорить сегодня, освещается в нашем, в одном из наших модулей, в нашей программе, о которой мы говорили в прошлый раз. Программа называется, курс, да, курс или программа называется «В здоровом теле, здоровый микробиом». И модуль, в котором мы говорим о дырявом кишечнике, как раз это модуль 3. И сейчас я попробую вывести как раз на экран, чтобы вам показать этот модуль. Всем привет, девочки. Спасибо, что присоединяетесь. Я вижу, из Мэрилэнд, Нью-Йорка, из Нью-Джерси. Очень много присоединяйтесь. Спасибо большое, что пришли вовремя и слушайте. Я отключу нас на секундочку и покажу вам нашу страницу. Вот это, кстати говоря, страница, которая, в общем-то, бежит внизу нашего вебинара. Поэтому, если вы запишите, мы обязательно дадим ссылку, но если вы можете записать и прям посмотреть вживую. То есть, в принципе, вот это вот наша программа, о ней мы более подробно говорили в прошлый раз. И сегодня мы тоже немножко об этом поговорим в конце, но я хотела показать именно модуль третий. Он так и называется – дырявый кишечник. Миф – это или реальность? Почему формируется дырявый кишечник с точки зрения науки? Пищевая непереносимость. Сегодня мы об этом тоже поговорим. Во время курса мы будем говорить более подробно о пищевой непереносимости глютена, глазами микробиоты, как микробиоты именно влияют на непереносимость глютена, и почему у многих есть непереносимость глютена, и как от нее избавиться. И Яна очень подробно во время курса тоже рассказывает о том, как узнать о состоянии кишечника по нашему стулу. Сегодня мы о стуле говорить не будем, но, в принципе, затронем все остальные темы. Да, Яна? Да, но на семинаре, на курсе мы обязательно затронем эту тему. Мы подробно будем разбирать стул, и мы будем смотреть, как разговаривать со своим кишечником с помощью стула. Да, совершенно верно. Итак, сейчас давайте мы поговорим. Да, кстати, если у вас сразу есть вопросы, дайте-ка я посмотрю, что вы там пишете. Пока нет, пока вопрос. Хорошо, но все слышат. Добрый день, доброе утро. Да, у нас у кого-то доброе утро, у нас с Яной доброе утро, у кого-то добрый день, у кого-то добрый вечер. Добрый вечер. Нам на самом деле так приятно, что мы видим, ну, вы нас смотрите вообще со многих точек этой планеты. Это просто какое-то необыкновенное чувство, правда, Яна? Да. И с одной стороны это просто приводит нас обеих в восторг, с другой стороны, так я смотрю, что на Инстаграме меня половину обрезает. Ну, вы уже не обессудьте, не обижайтесь, наши любимые подписчики на Инстаграме. Вот, но иногда мы получаем сообщение, что вот как так, у нас сегодня рабочий день или там еще что-то, по каким-то причинам мы не можем увидеть вебинар. На самом деле вот нас смотрят со всех точек Земли. К нам только присоединились о Шотландии, спасибо большое. Вот, Шотландия, это совсем недалеко от Ирландии. Я, кстати, была в Эдинбурге. Я была тоже, мне так понравилось. Да, необыкновенное место. Вот, так поэтому, ну, тяжело, конечно, подобрать время, чтобы все не спали, чтобы у всех было свободное время посмотреть на наш вебинар. Потом у нас тоже ведь есть рабочее время, да, поэтому мы стараемся. У нас такое немножко ненормированное, но в конце концов мы тоже должны заниматься своей семьей, детьми, мужьями. Да, причем дети маленькие, у нас есть школа онлайн, поэтому представьте себе, как мы сейчас у меня за стенкой сын, который... Может войти в любую минуту, если что. Поэтому будем готовы. И дочь тоже, которой вот-вот скоро пять лет исполнится. Поэтому на самом деле мы вас понимаем, ну и вы нас тоже поймите, поэтому мы выходим в такое время, которое удобно нам и удобно, ну, большинству наших подписчиков. Итак, я... Но мы выкладываем обязательно запись, поэтому если кто-то из ваших знакомых не успевает посмотреть, обязательно отправляйте ссылку, поделитесь этим вебинаром, особенно если вам понравилось, особенно если вы считаете, что наш новый курс нужен кому-то из вашей семьи. Да, не только курс, на самом деле в вебинаре вы услышите очень много полезной информации, совершенно бесплатно, совершенно от души, поэтому обязательно делитесь, мы будем этому только рады. Так, сегодня я вот смотрю, у нас, да, из Мэриланда слышно, из Сиэтла нас смотрят, из Техаса нас смотрят, из Лас-Вегаса, в общем, шикарно. Даже Мексика прекрасно. Вот, хорошо, пробую выводить... Сейчас мы поговорим, чтобы остаться, как бы следовать нашему плану нашего вебинара, поговорим сейчас о физиологии дырявого кишечника. Я сейчас опять буду выводить на экран уже другую картинку. К сожалению, если вы нас слушаете на Инстаграме, вы не сможете увидеть картинку, которую показывает Карина, но, пожалуйста, мы выложим запись этого вебинара попозже на наш аккаунт, или вы можете присоединиться к нашей фейсбук-группе «Ида как лекарство» и посмотреть эту презентацию уже со слайдами. Совершенно верно. Итак, я потихонечку нас уберу. Вот, значит, вот я знаю, здесь очень много всего на картинке нарисовано, но я попробую вам показать. Значит, вот это наш кишечник. Все, в общем, все идет оттуда. Все наши... Вся наша еда переваривается там, вся наша микробиота находится там. И если вы видите, первая половина, первая половина, вот это нормальный здоровый кишечник. Здесь, конечно, немножко разная шкала. Вот здесь вот с одной стороны, с правой стороны клетки больше, но они больше просто потому, что так художник нарисовал. На самом деле они примерно одинакового размера, скажем так, по всему кишечнику. И с одной стороны у нас нормальный кишечник, с другой стороны у нас воспаленный кишечник, поэтому он более здесь красный. И вот сверху вот этого часть, это там как раз, куда попадает наша еда, все, что мы проглатываем, скажем. Пьем, еда, все абсолютно попадает туда. И с левой стороны вы видите, что здесь очень много разных микроорганизмов, причем нет такого, что каких-то больше, каких-то меньше. С этой стороны же, с правой, мы видим больше патогенных микроорганизмов, которые обозначены вот зеленым цветом. Я вот сейчас немножко увеличиваю. Это видно, что я увеличиваю, Яна? Да. Ну вот, значит, ситуация такая, что наши микроорганизмы, которые находятся в кишечнике, а их порядка тысячи разных наименований, а на самом деле по количеству просто триллионы, и если вообще говорить о статистике, то мы на 50% вообще состоим из бактериальных, микробиологических, скажем, клеток, да, не человеческих клеток, а клеток нашего микробиона. Микробиомы, и большинство из них как раз находится в кишечнике или должно находиться в кишечнике. Ну, в здоровом, скажем, теле должно находиться вот очень много, триллионы просто этих микроорганизмов, изобилие должно быть очень богатым, и патогенных микроорганизмов должно быть значительно меньше. Однако, когда баланс по каким-то причинам нарушается, будь то антибиотики, будь то травление, будь то, я не знаю, стиль жизни и диета, или вообще все это в совокупности, вообще на самом деле вот летом 20-30 назад очень была популярна теория стерильности, да, все должно быть вокруг чисто и стерильно, хлорка, использование вот всех этих дезинфицирующих средств тоже очень сильно влияло на наш микробиом, включая использование антибиотиков, которые прописывали постоянно, нужно было или не нужно. Соответственно, наш микробиом немножко постепенно ухудшался. И мы видим это из исследований, что микробиом на самом деле становится все более скудный и скудный с каждым поколением, но об этом немножко подробнее потом. Так вот, одна из функций нашего микробиона – это как раз расщеплять нашу еду, да, расщеплять. То есть если попадает там тот же белок глютена или белок молочного белка или сложные углеводы, наши хорошие микроорганизмы должны помогать нам расщеплять. Кроме этого, они выделяют антимикробные вещества. Это я просто несколько функций вам объясняю. Во время курса, конечно, будет гораздо больше функций. Одна из функций выделения антимикробных веществ, которые подавляют рост этих патогенных бактерий. Но когда хороших микроорганизмов становится меньше, да, то есть, соответственно, антимикробных веществ тоже меньше. Соответственно, они не могут защищать нас от вот этой напасти патогенных неблагоприятных микроорганизмов. Еще одна функция нашей кишечной микробиоты – они стимулируют клетки кишечника. И вот с этой стороны, так, с этой стороны видно, они стимулируют и выделяются мукус. И вот здесь вот мы видим, вот на вот этой вот картинке особенно, если присмотреться, вот там такой оранжевый – это слой мукуса. По-русски мы называем это, скорее всего, слизь, да, Лиана? Да, это слизь. Слизь. Слизь, на самом деле, очень часто слышу очень отрицательное мнение по поводу слизи. На самом деле, слизь – это слой, защитный слой наших клеток эпителия в кишечнике. Это наши клетки эпителия. То есть, с одной стороны, слой микроорганизмов нас защищает, с другой стороны, вот этот вот слой эпителия, то есть слой слизи. Но этот слой слизи просто так сам тоже не вырабатывается. Именно хорошие микроорганизмы стимулируют наши клетки, чтобы те вырабатывали слой вот этой вот слизи. Если мы посмотрим на, вот это вот видите, хомеостаз. То есть, это гомеостаз, да, по-русски. А здесь воспаление, inflammation. То есть, вот здесь мы видим, что слизи практически нет. То есть, всё, слизи нет. Мало того, что нет хороших микроорганизмов, которые бы нас защитили, но нет ещё и слизи, которую… Потому что микроорганизмов нет, и они не стимулируют эти клетки. И мало того, что мы видим вообще деградацию клеток, да. Что ещё происходит? Ещё интересна очень функция. Наши хорошие микроорганизмы стимулируют клетки кишечника и стимулируют производство таких связей между клеток, которые называются по-английски, они называются tight junctions. По-русски в переводе это вот крепкие связи. То есть, вот это вот связи, я сейчас покажу тоже, Яна, ты мне скажи, видно, не видно, потому что я не смотрю на экран. Видно, нет? Ну, мышку очень плохо видно, если ты её поводишь более часто, чтобы люди заметили. Хорошо, ну вот между клетками, в общем, если вы обретите внимание, здесь посередине я показываю, как раз вот есть такие маленькие связи, и, в принципе, клетки очень плотно друг к другу прилегают. Вот, например, здесь тоже есть вот эти вот связи, да, где я мышкой провожу. Карина показывает именно состояние между клетками. Да, между клетками. Вот здесь тоже очень хорошо видны эти связи, да. Теперь, если мы идём на сторону, где у нас воспаление, смотрите, вот здесь вот ещё, вот с этой стороны ещё есть вот эти связи. Здесь вот очень хорошо, кстати, видно. А вот с этой стороны вообще всё пусто, и, соответственно, клетки начинают отдаляться друг от друга. Вот это и повлекло как бы за собой вот этот процесс и помог, что ли, прийти к такому термину, как дырявый кишечник, потому что, на самом деле, кишечник в такой ситуации становится более проницаемым, да, более текучим. То есть через него могут, во-первых, бактерии не расщепляют нашу еду, во-вторых, нет мукусного слоя, в-третьих, всё это может проходить теперь уже через клетки, потому что клетки… Клетки – это тоже барьер, правильно, своеобразный, и когда вот этих связей между клетками нет, барьер становится ещё хуже. Вот это вкратце, в общем-то, физиология нашего кишечника, то есть мы хотим, чтобы было побольше хороших микроорганизмов, чтобы изобилие было большое. Мы хотим, чтобы они стимулировали наши кишечные клетки для производства вот этой слизи, да, чтобы слизь нас тоже защищала, потому что многие микроорганизмы просто через эту слизь не могут проникнуть, а также различные молекулы. И мы хотим, чтобы вот эти вот связи между клетками были очень крепкими, чтобы они были здоровыми и крепкими. Если у вас какие-нибудь вопросы на эту тему, сейчас я посмотрю, видим ли мы вопросы, если вопросов нет, тогда мы приступим к теме симптомов, симптомов дырявого кишечника. Да, симптомы могут быть разные, причём могут быть самые неожиданные. Некоторые вещи, некоторые симптомы, которые происходят вследствие дырявого кишечника, люди даже иногда не связывают. Например, головные боли. Особенно головные боли, люди некоторые замечают, что у них головные боли после того, как они что-то поедят. Но иногда это может быть через день, может быть даже через два дня после того, как вы что-то поели. Поэтому соединить головную боль с определённой едой довольно сложно. В принципе, головная боль является очень частым показателем дырявого кишечника. Напишите, пожалуйста, вы об этом знали? Это, в принципе, насколько я знаю, насколько я разговариваю со своими клиентами, довольно сложно, мало кто знает о том, что головная боль может быть симптомом дырявого кишечника. Но также много и других симптомов. Например, невозможность сконцентрироваться. То есть вы пытаетесь, вы пытаетесь о чём-то думать, вы пытаетесь что-то делать, но у вас какой-то как туман в голове. Головные боли, у вас нет энергии, постоянная усталость, хомническая усталость, потому что организм не получает достаточно питательных веществ. Организм идёт в борьбе вследствие дырявого кишечника, очень много воспалений, и поэтому у вас нет энергии, у вас постоянная усталость. Пищевая непереносимость. Или вы заметили это уже, или вы сдали какой-то анализ, но пищевая переносимость тоже является причиной дырявого кишечника. Аллергии, одна аллергия или множественные аллергии. Нам пишут в группе у детей множественные аллергии сейчас, и чаще всего это тоже вследствие того, что часто очень врачи прописывают антибиотик, и это ведёт к дырявому кишечнику. Зависимость от сахара. Я, конечно, не хочу снимать ни с кого ответственность, но зависимость от сахара, это организм пытается восполнить то, что он не получает вследствие дырявого кишечника. Также слабый иммунитет. Люди часто болеют, очень часто болеют. Каждый раз, только вы выздоровели, уже заболели опять. Часто респираторные заболевания, боли в суставах, особенно в суставах, вообще боли в теле, но особенно боли в суставах. Также любые проблемы с желудочно-кишечным трактом, такие как вздутие, диарея, запоры, или еда сидит как бы камнем в желудке. То есть вы не можете что-то поесть, и, может быть, даже очень хотите, но это невозможно. И, конечно, это всё закрывается тем, что вы идёте куда-то или есть в ресторан, или куда-то в гости, и вам надо выбирать то, что вы будете есть. И это добавляет, конечно, стресса, то, что вы не можете поесть иногда то, что очень хотите. Высыпание на коже, проблемная кожа, как в подростковом возрасте, так и уже в зрелом возрасте могут быть эти взрослые прыщи, и серьёзные маленькие высыпания. Депрессия. Поверьте, поведение, так же, как туман в голове, так же и депрессия, это связано с дырявым кишечником. И проблемы с весом. Многие люди приходят, и, в принципе, я вам покажу немножко попозже о том, что к нам многие очень приходят с первой «не могу потерять вес». Пытаются их диеты, пытаются их делать очень много, но пока у вас проблемы с дырявым кишечником, потерять вес в здоровом образе очень сложно будет. Ну, это общий такой, мы, конечно, на курсе будем более подробно разбирать, будем говорить, какие симптомы, и как они проявляются, и как они больше связаны, но это как бы общая такая картинка, какие симптомы дырявого кишечника. Да, ты еще говорила вот о коже, проблемах с кожей, так вот такие заболевания, как экзема, проблемы, очень часто приходят ко мне тоже клиенты с экземой, и у детей, и у взрослых, псориаз, то есть многие проблемы на самом деле с кожей, да, они берут начало тоже в кишечнике, а также микробиом кожи, соответственно, тоже страдает, и это может вести вот к таким проблемам. Да, во время курса, как Яна сказала, мы обязательно более подробно, во-первых, опять-таки, объясним, почему это происходит, а во-вторых, что же нужно делать, да, чтобы стать на путь к тому, чтобы избавиться от этой проблемы. Да, и как я вам уже объяснила, да, извини, как я вам уже объяснила, что на самом деле проблема именно стоит не в самом дырявом кишечнике как таковом, а надеюсь, вы уже поняли, что причиной на самом деле является изменение и дисбаланс как раз в этой микробиоте, да, потому что микробиота поддерживает здоровье нашего кишечника. То есть вот это такой необыкновенный симбиоз бактерий с нашим организмом. Если организмов нет хороших, соответственно, образовывается дырявный кишечник. Если микроорганизмы есть, они посылают все нужные сигналы, они выделяют разные микроорганизмы, выделяют разные сигналы. Соответственно, вот этот барьер, он восстанавливается. Поэтому Яна, наверное, может рассказать о традиционном подходе нутрициологов, да? Да, я хочу добавить еще на Фейсбук, нас спрашивают, какие анализы можно сдать, чтобы понять, что есть дырявый кишечник, есть анализы на рынке. И мы, некоторые функциональные врачи и нутрициологи, мы используем определенные анализы, особенно когда это очень серьезный экстримный кейс, такой случай серьезный. Мы делаем тесты на зону Лен, мы делаем определенные тесты, но, опять же, они не дают 100% результатов. Также есть, конечно, тесты на непереносимость пищи, но эти на непереносимость тесты, они тестируют в основном антитела, и, значит, они тестируют те непереносимости, которые связаны с вашей иммунной системой. К сожалению, непереносимости могут быть не связаны с иммунной системой, и антител нет. Поэтому, когда, например, ко мне приходят клиенты с уже готовым анализом пищевой непереносимости, я обычно говорю, как бы, очень хорошо, спасибо, что вы сдали, но мы не можем на них ориентироваться. Потому что, если вы получили негативный анализ, который говорит, что у вас нет непереносимости, это абсолютно не значит, что у вас ее нет. И это значит, что у вас нет антител. Это все, что значит в этом анализе, но это не значит, что у вас непереносимости нет. И, поверьте, у меня было очень много уже клиентов, когда они получали анализ на непереносимость, и вследствие работы мы выявляли еще очень много на миновании непереносимости. Поэтому подход нутрициолога, мы всегда делаем эллиминационную диету. К сожалению, сейчас это единственный способ, на который мы можем положиться. Это эллиминационная диета, когда мы убираем определенное количество еды, и потом по определенному протоколу мы вводим его обратно. Да, и еще я бы добавила, что большинство нутрициологов и натуропатов, потому что ко мне очень часто приходят клиенты, которые уже прошли серию различных, скажем, программ с натуропатами, нутрициологами и так далее. То есть все в основном ориентируются как раз на непереносимость и исключение тех продуктов, на которые человек реагирует. И это правильно, это может на какое-то время улучшить симптомы. Но, к сожалению, никто не обращает внимания на как раз… То есть это не является причиной, первопричиной. Первопричина как раз нарушения кишечной микробиоты. Поэтому вот посмотрите, я вам приведу просто такой пример, чтобы вы, может быть, полили еще лучше. Если вы занимаетесь, скажем, огородничеством, садоводством, да, и вы выращиваете, у вас есть грядка, вы хотите там что-то вырастить, но кто-то вот до вас, может быть, полил эту грядку каким-нибудь токсичным средством, которое убило там все, да, микроорганизмы. Кстати говоря, это отдельная тема для садоводов. В земле очень много микроорганизмов, которые тоже способствуют на микробиом овощей и фруктов. И этот микробиом растений тоже их защищает. Так вот, если в земле семян нет, то как бы вы, что бы вы там не исключали из питания, да, какие бы вы самые дорогие, самые хорошие органические удобрения не использовали, но если там нет этих семян, то у вас ничего не вырастет. Да, если вы не посадили семена или рассаду, то ничего не вырастет. И, соответственно, так, извините, соответственно, вот это и есть как раз та первопричина, на которую во время нашей программы мы вам укажем и расскажем и покажем, да, какие микроорганизмы должны там присутствовать и какая их, в общем-то, какая у них функция. Частично о функции я уже сейчас рассказала. Что приводит, вот я вижу вопрос, что приводит к нарушению кишечной микробиоты. К нарушению кишечной микробиоты на самом деле масса факторов есть, и о них мы тоже поговорим более подробно во время нашего курса, но одна из них, допустим, антибиотики, которую я чуть раньше упоминала, да. Даже один курс антибиотиков на самом деле может очень сильно подорвать функцию нашей кишечной микробиоты и ломать не строить. Гораздо тяжелее взять и выпить курс антибиотиков, особенно... Я не говорю о тех случаях, когда это жизненно необходимо, да, и на самом деле такие случаи есть, когда у нас какое-то сильное острое заболевание. Но очень часто антибиотики выписывают, когда этого делать не нужно. Мне очень часто, моим детям очень часто выписывали антибиотики. Ну, хорошо, у меня есть эти знания, которыми я могла воспользоваться, я могла подождать, переоценить ситуацию, посмотреть, стоит ли использовать или нет. Отравление. Очень простой способ взять и тоже очень сильно подорвать свою кишечную микробиоту. И отравление – это тоже интересная очень тема на самом деле, потому что в зависимости от уровня отравления, иногда при хорошей микробиоте вы можете совершенно не пострадать или пострадать очень незначительно. И микробиота может пострадать очень незначительно. И, возможно, были у вас такие случаи, когда, например, вся семья ела одно и то же, кому-то стало очень плохо, просто невыносимо, а кому-то стало не так плохо, совсем не так плохо, да, потому что у кого-то микробиом на самом деле был очень сильный, иммунная система была сильная, а у другого человека иммунная система была неослабленная, и микробиом тоже не смог выполнить свою защитную функцию. Поэтому пробиотики смогут ли помочь? Да, смогут помочь, но какие пробиотики, как их принимать – это уже отдельный вопрос, и об этом мы тоже будем говорить во время нашей программы. И здесь должен быть комплексный подход, не только в пробиотике, обязательно еда, какая еда. Поэтому у нас группа «Еда как лекарство», потому что еда на самом деле лекарство, это не просто красивое название, это на самом деле то, зачем мы стоим, что мы несем. Наш месседж ваш в группу, к людям, потому что еда на самом деле, она серьезное лекарство, оно очень такое положительное, она несет многое. Поэтому пробиотики обязательно, они могут помочь, но они должны быть вместе с правильной едой. Потому что если вы принимаете пробиотики, но вы не следите за тем, что вы едите, и не набираете нужное количество питательных веществ, то, наверное, только не так много будет, Карина, да? Да, ну на самом деле, не забываем, микробиом очень сильно важен, но это не панацея, да? То есть надо заботиться и о своем организме, и о своих клетках, а это опять-таки наше питание, чтобы эти минералы и питательные вещества, витамины усваивались нашими клетками. Для этого как раз нужна микробиота, потому что микробиота будет расщеплять, да, эти питательные вещества на микроэлементы, и микробиота будет способствовать усваиваемости, да? Чем лучше микробиота, тем лучше эти минералы усваиваются. Чем хуже состояние микробиота, как Яна уже говорила, тем хуже они усваиваются. Поэтому это симбиоз. Мы кормим бактерии, бактерии помогают нам. То есть нам надо забывать, что кормить нужно не только бактерии, да? Не забываем, что нам нужно адекватное количество витамина С. Все эти витамины являются очень важными коферментами, да? То есть все витамины, без них не могут происходить реакции в наших клетках, поэтому обязательно питаем и наши клетки, и нашу микробиоту. Поэтому диета тут играет необыкновенную важную роль. И еще бы очень хотелось поговорить, кстати говоря, я совсем забыла, что у нас есть такая функция очень классная, где мы можем показывать тему, чтобы остаться на нужной теме, да? Почему мы против чисток? Вот сейчас вопрос, мы уже поговорили о том, что дырявый кишечник чаще всего связан с нарушенной микробиотой, присутствием различных патогенных микроорганизмов, да, микроорганизмов. И микробиота на самом деле очень сложная. Там есть и бактерии, там есть и грибки, дрожжи, да, дрожжевые микроорганизмы. Там есть и вирусы, и человеческие вирусы, и растительные вирусы, и бактериальные вирусы, бактериофаги. Там есть и одноклеточные протозо, которые очень часто считаются паразитическими микроорганизмами. Но на самом деле из очень многих исследований мы знаем, что чем более изобильная микробиота, тем она крепче, тем она крепче. И поэтому не нужно опасаться, если у вас в кишечнике есть какие-то условно-патогенные, оппортунистические патогенные микроорганизмы. Такие, как, например, та же хеликобактер пилори, да, она есть, она присутствует у примерно 50% населения. Но это не значит, что если вы сейчас пойдете протестироваться, и у вас ее нашли, если у вас нет никаких симптомов вообще, это не значит, что надо срочно идти, садиться на курс антибиотика. То же самое с кандидой. Кандид есть очень много разных видов. И та же самая кандида альбиканс, которую очень многие пытаются затравить в нашем организме без даже диагноза нормального, да, кандида является нормальным членом, мы так ее и называем, это нормальный член нашей кишечной микробиоты. И у нее есть своя функция. И когда мы говорим о сложной вот этой экосистеме, просто хочу тоже, чтобы вы представили себе, вот представьте себе лес, в котором водятся красивые симпатичные зайчики, да, которых все очень-очень любят, и все хотят погладить, и все начинают, у всех настроение, наверное, поднимется, когда увидят зайчика, но как только увидят волка хищного, у всех сразу будет страх, это плохое животное, это хищник, он приносит вред, он кушает хороших микроорганизмов, хороших животных, да, он может принести ущерб нашему, нашему сельскому хозяйству, он может напасть на кур, я не знаю, там, да, он может напасть на какой-то скот, ослика загрызть, козочку загрызть или овцу, и, в общем, на самом деле, вот в начале 20-х годов в Америке, в США, в национальном парке Yellowstone, именно по этой причине решили убрать волков, решили истребить полностью, потому что они приносили очень много ущерба сельскому хозяйству, и к чему это привело, потому что, когда исчезли волки, экосистема всего парка очень сильно изменилась, и, на самом деле, очень сильно пострадала, в итоге практически вымерли все бобры, в итоге в реках не осталось никакой, потому что вымерли бобры, перестали строить плотины, не было достаточного количества, я тут иногда почему-то засыпаю, мой телефон, нет, значит, не было достаточного количества рыбы, соответственно, соответственно, не было достаточного, то есть, не было достаточной еды для медведей, то есть, медведи были на грани исчезновения тоже, представляете, вот убили одного хищника, а на самом деле, как сильно изменилась экосистема, причем не только в самом лесу, но и в реках, которые находятся в этом лесу, около этих рек стали без всякого страха и совести ошиваться олени, понимаете, олени вообще забыли, что у них есть хищники, потому что волки, да, потому что волки, это на самом деле, это самый главный хищник для оленей, и целые поколения выросли без вот этого инстинкта страха. Потом, когда ученые поняли, что вообще было сделано, какой ущерб был нанесен, и надо было как-то спасать эту экосистему, что сделали, решили ввести назад этих волков из Канады, спасибо Канаде, она помогла США, дала волков, но восстанавливать ситуацию оказалось намного сложнее, да, истребить гораздо легче, взял, пострелял и все, и нет, то же самое с антибиотиками, взял, выпил 3-4-5 дней, потом очень часто повторные курсы антибиотиков выписывают, а иногда потом еще антигрибковые курсы выписывают, да, и поэтому расстроить всю эту экосистему гораздо легче, чем потом восстанавливать, и вот на примере леса сама экосистема не восстановилась, прошу заметить, да, волков истребили, и сама экосистема не восстановилась, то есть человеку надо было внедриться опять и помочь этой экосистеме восстановиться, чтобы не были утерянные очень драгоценные виды организма. То же самое с нашей кишечной микробиотой. Я очень часто встречаю мнение, что микробиота, она молодец, природа все продумала, да, но природа не продумала антибиотиков таких тормоядерных, это не природа придумала, это люди придумали, поэтому когда люди вот начинают вмешиваться с такими, с такого рода процедурами и чистками, да, именно поэтому нам не нравятся чистки, потому что в очень многих чистках используются, пускай это и натуральные вещества, это могут быть очень сильные эфирные масла, это будут очень сильные травки. Ко мне очень часто приходят, ну, просто хочется плакать, потому что приходят мамы со своими детьми, которые травили детям глистов, которые, вы думали, что их проблема – это глисты, и, в общем, они разными способами, натуральными, все очень было натуральным. В том, дети, поведение становилось еще хуже, стул вообще деформировался, и единственным спасением было вот как раз хорошо, что они наткнулись на нашу группу и пришли ко мне, и мы стали восстанавливать. В общем, такое встречается очень часто, поэтому прошу вас, вместо того, чтобы сфокусировать свое внимание на том, кого бы нам вычистить из организма и убить, какого-то особенно невидимого врага. Одно дело, когда мы точно знаем, что у нас кто-то есть, что на самом деле есть какой-то серьезный патогенный микроорганизм, и надо подумать, насколько он патогенный, насколько он проблематичный, что нам нужно делать, как выглядит остальная вообще микробиота, как выглядит наша диета, что мы делаем, как выглядит наш стиль жизни и так далее. То есть мы вот с Яной как раз подходим к этим вещам комплексом. Вместо того, чтобы что-то вычищать, мы вычищаем в первую очередь диету нашу. Это раз. А второе, мы стараемся наоборот заселивать наш кишечник микроорганизмами и восстанавливать этот баланс, восстанавливать этот симбиоз между микроорганизмами и нашим организмом. Я хочу добавить очень важную деталь о том, что многие, кто приходит ко мне, кто делает вот эти чистки, особенно антипаразитические чистки, на самом деле они не получили никаких доказательств о том, что паразиты есть. Они просто или сами решили, или кого-то прочитали о том, что, наверное, это паразиты. Просто я попробовала это, это ничего не помогло, наверное, это паразиты. Или есть такие специалисты, которые говорят, что давайте, я не знаю, что делать, или давайте просто почистимся, а там дальше посмотрим, что дальше. То есть это настолько такая серьезная, экстремальная процедура, а ее воспринимают настолько легко и настолько просто о том, что и подход многих людей ко мне приходили. Клиенты, когда говорили, что я решила просто почиститься, а потом обратно заселить. И одна из вещей, о которой я постоянно говорю Карине, которая поразила меня, когда я начала с ней работать, о том, что есть определенные виды, которые не восстанавливаются. То есть можно почистить все, что угодно. И когда вы пытаетесь обратно заселить, первое, вы не знаете, заселится это или нет. То есть у вас идеальный чистый кишечник. Вы не знаете, что заселится. Если вы принимаете пребиотики, еду и так далее, вы не знаете, что организм возьмет, а что выйдет с другого конца. Вы не представляете. Также вы не знаете, что заселится, хорошее или плохое опять. И опять же, если вы пытаетесь что-то заселить, есть определенные бактерии, есть определенные виды, которые никогда больше не вернутся. Вы их вымыли, все, больше они не вернутся никогда. Поэтому это одна из вещей, которые нас никогда не учили в школе. И одна из вещей, которой я благодарна, что я смогла это узнать от Карины, о том, что лучше ломать легче, чем строить. Поэтому лучше на самом деле приложить усилия и сохранить то, что у вас есть. Потому что даже когда вы делаете чистки, одна из вещей, которые я всегда объясняю своим клиентам о том, что с этими чистками вы вымываете не только плохое, но и хорошее. Эти чистки вымывают ваши витамины, ваши минералы. И давайте не забывать о том, что сейчас почва не такая богатая витаминами и минералами. Даже если вы едите много фруктов и овощей, вы все равно не потребляете такое количество витаминов и минералов, которые хотелось бы. Поэтому те остатки, то небольшое количество, которое вы едите, оно нужно организму. А вы его вымываете этими чистками, создавая экстренный стресс организму и создавая голодание всех пищевых нужд организма. Совершенно верно. Спасибо, Яна. На самом деле, не могу вам передать, это настолько важная тема, поэтому мы решили озвучить ее и рассказать вам о ней именно в группе, чтобы для всех это было доступно. Потому что вообще из исследований уже многолетних, я в этой теме уже практически 20 лет начала в 2001 году. И в 2010 году, я в прошлом вебинаре, по-моему, рассказывала, как раз был секвенирован микробиом вообще здорового человека в Америке. Это самый был большой проект и первый проект вообще в мире. И очень многие лаборатории, очень многие лаборатории, школы, институты, университеты, медицинские школы по всей Америке изучали и участвовали в этом. И что мы увидели, да, спустя вот эти вот все исследования и годы изучения, что с каждым поколением кишечная микробиота становится схуднее и схуднее. То есть у наших мам микробиом был, скорее всего, намного богаче, чем у нас. А у наших детей микробиом намного схуднее, чем у нас. Поэтому это наша задача. Мы видим, что многие, вот я вам рассказывала о том, что истребили волков и другие виды животных в лесу практически исчезали. Вот мы видим то же самое с нашим кишечным микробиотом, микробиотой, что многие микроорганизмы просто исчезают из наших микробиомов. И сейчас ученые настолько озаботились, потому что если они исчезнут вообще, то исчезнут очень многие функции, которые эти микроорганизмы выполняли в нашем организме. Например, тот же оксалобактер, который расщепляет оксалаты. Наш организм не расщепляет оксалаты из пищи, но в пище очень много оксалатов. Неважно, какая у вас диета, между прочим, да, оксалаты есть очень в разных продуктах. В полезных продуктах. Да, в полезных продуктах. Поэтому если мы теряем эти микроорганизмы, мы теряем эту функцию. И очень важно как раз знать об этом и знать, как сохранить это все. Сейчас создаются даже банки микробиот, чтобы, вы знаете, как вот в банке есть крови, да, чтобы, ну, хранить кровь для людей, которым необходима кровь. Сейчас есть банк грудного молока уже во многих госпиталях, чтобы, когда рождаются дети, ну, может быть, не во всех госпиталях, но там, где я рожала, например, там был банк грудного молока, и можно было вместо формулы давали детям грудное молоко. Если вдруг у мамы какие-то проблемы, да, или мамы не было, или еще что-то, то же самое делают с кишечными микробиотами. То есть уже некоторым людям пересаживают кишечную микробиоту, это называется фекальный трансплантант, да, то есть как-то можно пересадить органы, можно пересадить кишечную микробиоту. А также создаются уже целые банки, чтобы сохранять вот это вот изобилие. Вот. Итак, о тему чисток мы, в принципе, все, что мы хотели сказать, мы сказали. Я знаю, что здесь есть, в общем-то, еще какие-то... Еще есть какие-то вопросы, о которых... Которые, может быть, мы не все смогли ответить, но мы постараемся на то, что мы не смогли ответить, мы стараемся ответить после вебинара, да, Яна? Да, обязательно. Теперь у нас, чтобы остаться, у нас осталось буквально 15 минут, да, поэтому нам надо уложиться. Что же делать, если у вас дырявый кишечник? Сначала мы хотели с тобой поговорить о том, что с какими симптомами приходят нам люди, да. Потому что после прошлого вебинара многие спросили, нужно ли мне это, как понять, что мне нужен этот курс. Поэтому мы решили вывести вам таблицу, где мы покажем... Вот она, таблица, кто к нам приходит. Это клиенты, которые мы с Кариной берем, и это те люди, которые к нам обращаются. Вы видите, в основном к нам приходят, 98% к нам приходят женщины. Но женщины приходят не обязательно только для себя, иногда приходят как мама для своих детей, а иногда как жена для мужа. То есть такое встречается довольно часто. А также мамы для своих родителей. Мамы для своих родителей, да, многое такое. В смысле дочери для своих мам. Дочери, да, то есть женщины для своих родителей. Вы видите, что к нам приходят разные возраста, то есть нам приходят и для маленьких детей, и для родителей пожилого возраста, то есть эта работа, эта программа, в принципе, для любого возраста. Как я сказала ранее, многие приходят с проблемами с весом, то есть половина людей, половина наших клиентов обращаются именно за то, что у них проблемы с весом и не могут потерять вес. Итак, с какими симптомами? Для чего люди приходят нам и с какими симптомами приходят? Вы видите, что много приходят именно с проблемами желудочно-кишечным трактом, боли в животе, то есть в основном у людей часто именно боли в животе, изжога. Изжога, я встречаю это практически с каждым своим клиентом, это изжога, невозможность есть. Рвота, тяжи в желудке, тяжи в желудке очень часто, особенно чем старше люди, тем чаще встречаются тяжи в желудке. Метеоризм, копление газов, это тоже, к сожалению, довольно частая жалоба. Запоры, отрыжка у людей, тошнота, частая тошнота и с утра, и с вечера после еды, то есть это встречается довольно часто. Диарея, очень серьезный вопрос, это неприятный запах изо рта, это тоже связано с том, что происходит у вас в желудке, то, что у вас происходит в кишечнике. Диарея, неприятный привкус во рту, люди часто чувствуют металл или еще какие-то привкусы во рту, зудия живота, любые расстройства кишечника или расстройства желудка. То есть это симптомы, с которыми люди нам приходят, с которыми мы работаем. Как Арина заметила, мы сказали, мы будем много говорить о стуле, будем понимать, какой здоровый стул и какие варианты могут быть, какие проблемы можно определить с вашим организмом, когда вы смотрите на свой стул. Ушные инфекции. Ушные инфекции связаны с пищевой непереносимостью. К сожалению, врачи об этом мало говорят, но ушные инфекции, повторяется, у детей очень часто и ставят трубки, и ушные инфекции могут, иногда это по поколению придается, и операции, много операций, но это настолько связано с дырявым кишечником, и это встречается довольно часто, особенно это получается как замкнутый круг, потому что у детей частые ушные инфекции, постоянно дети на антибиотиках, что добавляет проблем с кишечником, и ушные инфекции уже возникают на постоянной основе. Как я сказала, частые респираторные заболевания, бактериальные заболевания, частая госпитализация, пищевые аллергии, астма. Астма – это довольно часто тоже заболевание встречается, особенно сейчас во время пожаров, это активизировалось людям на самом деле очень сложно. Головные боли, усталость, плохой аппетит, сладкое или мучное, и у нас в группе постоянно очень любят сахарный детокс, который мы включили как бесплатный бонус в программу, потому что у людей на самом деле серьезная зависимость к сладкому или мучному. Гиперактивность, как у детей, так и у взрослых, стресс, депрессия, панические атаки. Люди сейчас не так много курят, но родители прошлого поколения курили довольно часто, и это тоже отражается на нашем здоровье, к сожалению. Алкоголь, плохая память, пессонница, вагинальные инфекции. Да, я хочу обратить внимание именно на те моменты, где вы видите много красного и желтого. Это как раз те клиенты, которые часто приходят именно с такими проблемами, например. Много стресса очень, есть депрессия. Рядом со стрессом что там у нас? Да, трудно сконцентрироваться, тоже очень часто бывают проблемы. То есть, да, сладкое и мучное явно выделяется, потом рядом со сладким все время хочется есть. Все время хочется есть, проблемы с поведением. Усталость, вот видите, много красного и желтого. Там, где много синего, это наоборот меньше этого, скажем, симптома или характеристики. Но там, где много красного и оранжевого, это очень те случаи, на самом деле, о которых мы как раз всегда и говорим, и которые мы затрагиваем. Потому что это очень сильно связано как раз с кишечной микробиотой и дырявым кишечником. Вот, ну, мы, наверное, эту тему мы раскрыли. Теперь мы пойдем дальше как раз о, что делать. Буквально у нас одна минута есть на то, чтобы рассказать о том, что делать, если так и показываем нас назад. Окей, это мы убираем. Что делать? Что делать? Ну, в первую очередь, конечно, что делать? Это работать. Так, я, по-моему, вышла из Инстаграма. Да. Ну, ладно. Если мы вышли из Инстаграма, в принципе, уже время в любом случае подходит к концу. Наверное, да, извините, далеко поставила свой телефон. Вот. Ну, что делать? Конечно, нужно работать на свои кишечные микробиоты. И как раз весь наш курс направлен на то, чтобы рассказать вам, какие шаги вы можете предпринять для того, чтобы восстановить кишечную микробиоту, поддерживать ее. Потому что недостаточно просто пропить курс, потому что часто ко мне обращаются с таким вопросом, какие пробиотики мне попить. Как вы думаете, это хорошие пробиотики? И как долго его, главное, как долго его пить? Да, то есть люди хотят очень быстрого решения. А, как я уже говорила, быстрого решения. Да, иногда бывают случаи, когда это все достаточно быстро можно уладить, особенно если есть желание, есть цель, и человек готов над этим работать. Потому что если вы не готовы над этим работать, если вы хотите просто купить пробиотик или там еще какие-нибудь витаминчики и решите свои проблемы, мы вас очень просим не покупать нашу программу. Потому что наша программа как раз не даст вам одного пробиотика и одного витаминчика. То есть благодаря программе вы таким образом не решите свою проблему. Программа наша как раз о том, во-первых, чтобы объяснить, чтобы вы поняли, да, поняли функцию микробиота, поняли какие шаги, какие, что вы можете изменить в своей жизни, какие привычки, какие привычки вы можете поменять, чтобы постоянно ее поддерживать в хорошем состоянии. Например, если вы ходите в спортзал регулярно, целый месяц, у вас начинается, да, меняется форма, вы работаете над своими мышцами. А потом, если вы полгода не ходите в спортзал, вообще не занимаетесь спортом, вы теряете этот эффект, правильно? То же самое с диетой, то же самое с нашей микробиотой. Нельзя пройти курс, скажем, курс какого-то лечения, условно говоря, и поменять на всю жизнь и все исправить. Нет. Это работа на всю жизнь. Программа «Всевмод» длится 6 недель. Но за эти 6 недель мы вам дадим конкретные шаги, конкретные инструкции, которые вам помогут как раз работать над восстановлением и поддержкой вашей кишечной микробиоты. Яна будет посвятить целый модуль практически тому, как изменить свою диету, как диета может вам помочь в этом. Да, Яна? Да, и мы будем разговаривать о разных диетах. То есть сейчас только что спрашивают, спрашивают про аксалаты. Про аксалаты мы тоже будем говорить. То есть я буду рассказывать про разные диеты, которые существуют, для чего они нужны, кому они могут помочь и как долго можно им следовать и к чему нужно стремиться. Совершенно верно. Мы будем… Самое интересное, что мы во время курса расскажем, что, в принципе, неважно, какой диеты вы придерживаетесь, да, я понимаю, что в силу там, может быть, каких-то религиозных или каких-то других причин вы можете придерживаться одной или другой диеты. Мы скажем, как, вне зависимости от того, скажем, на кето вы диете, или вы вегетарианцы, или веганы, или еще кто-то, как вы можете сделать максимальную пользу принести своей кишечной микробиоте. Ну и следующий пункт… Мы поделимся всей этой информацией ссылкой. Да, кстати, для всех вас тоже мы поставим… Во-первых, этот вебинар будет какое-то время в доступе, в открытом, в этой группе, но он будет в доступе только определенное время. Поэтому, если вы хотите поделиться со своими родными и близкими, то поторопитесь. Итак, многие из вас, особенно кто не слышал наш первый вебинар, сейчас уже смотрю вопросы по том, где купить этот курс. Мы обязательно выложим… Во-первых, есть бегущая строка. Вы видите, внизу бежит строка – это сайт, куда вы можете пойти, прочитать подробнее о программе и приобрести программу там. Также это ссылка, которую вы можете поделиться со своими знакомыми, кому вы думаете, эта программа будет… Кому эта программа подойдет. Час… Ну, когда… Если вы нанимаете Карину и меня на час, то наш час будет стоить 447 долларов. И мы поговорим с вами, как улучшить ваш образ жизни, мы поговорим по вашей проблеме, и чаще всего часок будет недостаточно. Чаще всего вам понадобится вторая, третья, четвертая и так далее консультация с Кариной, и со мной люди работают иногда месяцами. В курс мы вложили более 5 часов обучающих видео. Мы вложили много очень хороших бонусов, такие как меню для микробиома с рецептами, ингредиенты, которые улучшают вас в микробиом. Очень популярный в группе сахарный детокс полностью, который объясняет, что делать, что есть, как следовать и что происходит между вами и сахаром, и как разорвать эту связь. И отличные рецепты костного бульона, шикарный рецепт, как квасить капусту. Я, кстати, собираюсь как раз по этому рецепту сделать капусту на этой неделе. И рекомендацию по улучшению показателей холестерина – частый вопрос, который возникает у нас в группе. То есть более 5 часов обучающих видео, созданных на основе информации из частных консультаций. То есть это не информация, которую мы просто так решили взять вместе. Это информация, которую мы даем людям на наших частных консультациях. И стоимость только вот этих вот более 5 часов обучающих видео – более 2000 долларов. Бонусы, которые вы получите, это бонусы, которые мы даем своим клиентам только на частных консультациях. Это не то, что мы выкладываем в группе. И также будет открыто-закрытая группа на Facebook именно для участников этой программы. Да, еще о бонусах я хотела тоже упомянуть, что мы не выдаем эти бонусы сразу при одной консультации. Вы не подумайте, да, потому что мы просто не успеваем всю эту информацию осветить. Поэтому вот та информация, которую мы предлагаем в бонусах, мы постепенно, по мере необходимости, даем одним или другим клиентам, да, правильно? То есть не всем подряд, абсолютно. Не всем все сразу. Да, поэтому здесь же вы получаете это все и сразу, и просто за минимальную цену. Да. И, то есть, как я сказала, один час с двумя специалистами будет стоить вас 447 долларов, а наш же курс за 6 модулей обучения будет стоить 347 долларов. Но это еще не все. Мы очень рады, что вы с нами, очень рады, что мы запустили этот курс. Поэтому только один раз мы даем скидку перед запуском. Я это повторяю всем, больше такую скидку, 20%, мы давать не будем, потому что мы вложили, на самом деле, очень много в этот курс, всю душу, сердце, знание и все, что у нас было, все наши бонусы. И мы даем эту 20% скидку только один раз до запуска, до 12 октября. Поэтому стоимость будет 277 долларов, а не 347. До 12 октября. Для того, чтобы получить эту скидку, вам надо пойти по ссылке на программу. Это бегущая строка, или же ссылку мы выложили в посте к этому видео и ввести код «Еда как лекарство». Код «Еда как лекарство» до 12 октября, 20%. Хочу сказать отдельно, что в этот курс входит не только обучающее видео, не только в меню и сахарный детокс, и все наши рецепты, и много-много часов работы. Туда входят годы обучения. Карина уже практически больше 19 лет, уже к 20 подходит годам обучения. Я в этой области более 14 лет и почти 10 лет прохожу обучение. И это сотни и сотни клиентов, с которыми мы работаем. Это десятки часов подбора материала для этого курса, потому что этот курс не просто информацию, которую мы взяли, это курс на основе всех исследований, это научно разработанный курс. Поэтому вот наше обучение, наш опыт, наша работа – все входит в этот курс. И поэтому, может быть, это стоит 2280, но если мы добавим еще наше обучение, это будет стоить намного больше. И все это вы получаете даже не за 347 долларов, а сейчас 20% скидка до 12 октября – 277 долларов. Вы можете найти нас, конечно же, здесь на Фейсбуке, да, как лекарство, наш Инстаграм – Health and Microbiome, и наш курс вы можете найти по этой ссылке. Спасибо. Огромное спасибо всем за внимание. Мы, на самом деле, благодарим вас за то, что вы нашли время. Особенно если вы прослушали наш вебинар с самого начала до самого конца. Мы благодарим вас, на самом деле. Второй раз, да. Да еще если второй вебинар, если вы еще и первый посмотрели. Надеюсь, если вы посмотрели, на самом деле, от начала до конца, пожалуйста, тоже напишите. Нам было бы очень приятно услышать и узнать, кто же это был. Вот. Если у вас возникнут вопросы во время просмотра, опять-таки, если вы смотрите в записи, обязательно напишите, что вы смотрите в записи. И пишите свои вопросы в комментариях. Мы обязательно попробуем на них ответить. И ссылки, все ссылки на программу, мы все выставим в описании этого поста. И если у вас будут какие-то еще дополнительные вопросы, обязательно пишите мне или Яне. Мы поможем вам, чем сможем. Еще раз огромное спасибо. Вот нам, нас с нами прощаются комплиментами. Девочки, вы просто умночки. Очень-очень приятно слышать. Благодарим, на самом деле. Большое спасибо. Всего хорошего, замечательного вам дня. И до новых встреч. До свидания. До свидания.